Сегодня у нас 6 декабря 2019 год. Это в Барнаул, Ползунова 6. Сегодня интересно, с утра даже дождик, утром вернее начал таять, днем шел дождь, сейчас к вечеру уже часов 5 идет снег. Погода интересная. Вон даже видно, что следы отобразились, вмялись. Это говорит о том, что подтаяло. А вот капает, видно, что капает. Капельки идут. Вон у Инатихна сейчас сидят голуби, они любят такой дождичек. Что-то говорят, они там что ли очищаются от каких-то паразитов, которые у них там живут, между крылышками, между перьями вернее. Вот такая вот у нас погодка интересная. Решила сейчас еще зайти в гости с Надеждой Васильевной. Говорят, тут ее привезли к ликерию, нашу от раковицы. Интересная. О, меня уже ждут. Меня уже ждут. Зайдем. Закрылись. Свет выключили ради экономии. Тут, конечно, закрыто. Это ради тепла делается. Сейчас, сейчас. Да. Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня, Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи, прости мне, грешный, помилуй и благослови. У меня тут Рыжик встречает. Рыжик, Рыжик. Наш толстенький, брюхатенький. Какой котик хороший. Надежда Васильевна любит его, кормит. Да, Рыжик? Вот он любит подпрыгивать. Да, Рыжик, 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 Рыжик? Умница-то наш. Ну, Рыжик. Вот он, Рыжик, аж подпрыгивает. Ну, вот так вот. Тут Надежда Васильевна хозяйничает по-своему. Вот, курточка Гликерии. Надежда Васильевна тут. Утка тоже моднячая. Вот. Время у нас сейчас без 15.05. Через час будут занятия по скайпу. По изучению Слова Божьего. Тут вот даже место из Библии есть. Блажен, кому отпущены беззаконичьи грехи и прощенные. Салон 31 из Библии. Это хорошо. О, а что с куколкой, где она, Гликерия-то наша, строковица? Ну, ты что она, это, видишь, сохнет, потому что... Я ее перевожила вот так. Помыли она. Я ее так перевожила, чтобы она с этого распухнула. Ну, давай, Гликерия, рассказывай. Почему так долго в гостях-то не была у нас тут? Потому что меня мама не отпускала. Мама не отпускала. А нам еще... Сейчас, сейчас, сейчас. Потому что баба Надя еще болела. О, понятно. Сейчас я разулся. Понятно. Ну и что, как у тебя там дома-то дела твои? Плохо, да? Особенно у мамы. У братки во, а у мамы во. Да? О, ты вот, смотри-ка, что она еще этими умеет. Вот такого не догадаешься. А так, братка, чем у тебя занимался эти дни? Да. Своими делами какими-то, да? Отбирал мне телефон. У тебя телефон отбирал? Ага. А что он там, что-то делал такое, что он тебе отбирал? Я просто играла в рисовашку. Там нужно рисовать все. А-а-а. Картины, которые устанавливаются. Понятно. Нет, ну там есть картины, их по циферам. А так ты любишь рисовать на бумаге именно? На бумаге не очень. Не очень? То есть там интереснее, да? В телефоне. Ну я вижу, в телефоне сейчас и взрослые, и дети, все в автобусах, везде в транспортах, дома, все за этими телефонами, за компьютерами, вот этими, ноутбуками. И с телеками. Ты сама сюда просилась-то, Баба Надя-то? Нет. Нет? Баба Надя... Нет, Баба Надя... Кажем позвонил, сказал, что давайте одевайтесь, Баба Надю в гости пойдете. Баба Надя-то рассказывала, что ты звонила, плакала, просилась сюда. Угу. Да? Это же правда или как? Она и сегодня заплакала, она говорит, ты что, меня даже не подождала и не взяла, и заревела так прямо. Я говорю, да я как раз жду тебя, скорее одевайте. А они минут 20 собирались там. А что у тебя куколка-то что-то лысая? Маленькая еще? А, она маленькая еще, понятно. Еще не успели решить, скажи. Недавно родилась, видимо. Все, волосики даже не выросли. Да. Я ей даже годы нет. Так, ну и рассказывай, как у тебя в духовном плане-то? Молилась ты эти дни, ты не молилась? Молилась. Молилась? А какими молилась? Ну, мамы нет, потому что она не верующая. Ну, она не верующая, а ты-то верующая. Она меня прибьет, если я скажу, Господи помилуй. Нет, ты можешь же и про себя молиться. Господь-то слышит и внутри нас, когда мы молимся. Ну, как внутри нас? Я не так не умею молюсь. Как не умею? Ты что? Например, я могу обратиться к Господу просто про себя там. И Господь меня услышит. Можно так думать? Не думать, а говорить с Богом. Вот ты вот когда-нибудь стихотворение заучила, вот даже и с Богом можно разговаривать, только своими словами. То есть молитву-то можно читать, например, «Отче наш», а можно про себя читать. Да, то есть в уме, в уме у себя, именно в уме. Ты читаешь и беседуешь с Богом, и Господь тебя услышит. Потому что Господь даже в Евангелии говорит, что если войдете в комнату и тайно помолитесь, и вам воздастся явно, то есть Господь даже явно тебе воздаст за это. Какой стих разлучение? Стих, брат, как хороший разлучение. Ну, как душа разлучается от тела. Вообще-то он не ветер, я его запомнила. Ну, хотя бы часть, интересно будет. Часть тоже. Ну, давай, давай. Давай. Расскажи, пожалуйста, вот как душа разлучается от тела, что черви-то ее будут есть, телы будут есть черви. Ну, как она... Это не два ангела, а кто это был? Как-то она хорошо... Так, вот я не запомнила даже, а она хорошо рассказала. Ну-ка, расскажи. Ну, как это мелодия. Ну-ка, напомни мне, я тоже тебе помогу. Тогда я тебе помогу подпеть. Не стесняйся, Агрикири. Что-то... Дядя Вова-то тоже хочет услышать. Ты же не могла забыть. Пришли. И как-то вот, когда душа разлучается с телом, и как там тело будут есть черви. Как-то так хорошо этот стишок, но мне так понравился. Ну-ка, еще раз повтори, что дядя Володю послушал. И другие там. Не любит она дядя Вова, не хочет рассказать. Дядя Володю, да как же она любит дядя Володю. Она просто что-то забыла, что ли, да? Нет. Ну, давай вместе. Стесняется. Не хочу очаровать Игнатия. Очаровать? Очень. Да как-то очарует, что ли. Но он наоборот, скажет, он не очаруется, а наоборот, понравится ему это. Зачем очароваться-то? Ну, скорее расскажи стих. Мне очень нравится этот стишок. Давай пропой. Она мелодию-то хорошо запомнила, губно. Вот если б я знала, я б тебе пропелывала. И если б не было любви... Мне вот такая песня нравится. Да мне многие понравятся, христианские. Время-то идёт. Не буду. Ну, вот такие вот мы. Ну, ладно, давай дальше. Рассказывай. Володя. А чем ты будешь сейчас у бабы Нади-то заниматься? Вы меня отвлекли от того, что смотреть компьютер. А что ты там смотрела компьютер? Она религиозная будет смотреть. Она часто смотрит у меня «Жития святых». Это Вера, Надежда, Любовь тоже выучила все стихи, поёт сама и всё. И «Жития святых» она много смотрит. А какие ты смотришь «Жития святых»? Ну, разные. Ну, имена назови хотя бы. Про кого ты смотрел? В переводах. Верно, где-то Любовь, Гликерия. Гликерия? Через кого она названа. И чем она интересна, твоя Гликерия? А тем, что когда выпущена на неё убийца была, она растерзала её, она как будто не поглядила её. Даже не было видно раны. И что дальше произошло? Она умерла или не умерла? Умерла. Умерла, да. А как она жизнь прожила? Там рассказываться? Да. Как она прожила свою жизнь? Это уже я не буду рассказывать. Почему? Вы спросили то, чем она интересна. А, то есть тебе это самое главное запомнилось. Ну, ты её поступок как оцениваешь? Хороший это поступок? То есть она ради кого пострадала? Ради Господа. Ради Господа. То есть она его любила, выходит, да? Угу. От чистого сердца, да. Вот на такой жертвенный подвиг, конечно, не всякий человек решится. Потому что верующий тому верующий. А вот когда Господь нас начинает испытывать, особенно вот через такие вот смерти или гонения... Если ты направляешься на камеру, смотри в неё. А я знаю. А не на меня. А мне зачем в неё смотреть? Я же с тобой беседую. И меня сбоку видно. Ну, сбоку видно, видно. Для этого же не обязательно в камеру смотреть. Тихо, тихо. Можно и в сторону смотреть и говорить. Ты расскажи, расскажи стих лучше. Нет. Ну, это такой принцип. Это опять дьявол уходил. Слушаешься. Бесенёнка слушаешься. Верующих людей не слушаешь. Это же пользу принесёт. Давай дальше. Для других девочек можешь пользу принести. Тихо, нельзя так. Это дерзость называется, когда со взрослыми так разговариваешь. Нельзя так. Да, Дикеря. Сколько тебе ещё работать над собой надо? Много. Про Серафима Саровского она мне рассказывала. Ей братка рассказала. Она всё мне про Серафима Саровского рассказала. Ну, расскажи, дядя Володя. Я тебе ничего не рассказывала. Про Серафима Саровского, что он молился на камне. Ну, только я это рассказывала. Остальное всё нет. Что в лесу жил, что домик построил, что на камне молился долго. Как это? Ну, это же тоже главное. Как его избили, разбойники пришли, поломали ему там ребра, всё это. Это же он тоже много значит. Как же нет? А остальное всё нет. Про генерала я тоже рассказываю тебе. Ну, так ещё не успели. Время-то мало. Ещё успели. А, она сегодня рассказывала, да? Сегодня рассказывала. Мы в машине ехали, она рассказала. Ещё времени-то мало прошло. Конечно, расскажешь всё. А вот я как ангелы пришли, как душу брали. Вот это мне интересный стих, как ты мне пропела. Я прям, я что-то плохо запоминать стала. А вы раньше не слышали, что ли, его? Я слышала раньше, но не запомнила, я не запомнила. А она хорошо поёт так. И мелодию хорошо запомнила. Понятно. Нет, три стишка спела сегодня. Три стиха. Хорошие стишки. Володя себе разучил. Володя себе много стихов разучил. Один. А, Господи, помилуй. Давай споём, Господи, помилуй. Вон. Господи, помилуй. Господи, прости. Давай споём это, да? Ты ещё маленькая, когда была, тоже пела этот стишок. Когда я была три годика. Давай, споём. А то я у тебя сейчас пупсика отберу и не дам больше. Это не другой пупсик. Ну и что? Как ты всё-таки вот от мамы приходишь, так грубо разговариваешь со старшей? Мне это совсем не нравится. Меня это мама научила. Не меня ругать, а мою маму. Тихо. Вот ты-то свободную волю имеешь от Бога данная. Ты можешь и говорить грубо, а можешь говорить мягко. А то от тебя уже зависит, не от мамы. Если мама... Это меня эту волю заглушает в те, что говори грубо. Ну, говорит грубо, а ты не говори грубо. Ты не подражай и всё. Ты подражай Господу. Господь-то написан был кроток и смирен сердцем. Мы должны Господу подражать, Богу, нашему Творцу. Ты же про Иисуса Христа смотрела фильм. И всё тебе понравилось. Даже несколько раз подряд она смотрит про Иисуса Христа. И как там он с детьми обращался. И какие дети хорошие были. Ты же всё это видела. А чего ж себе-то пример не берёшь? Она вот тебе может в Библию взять, книгу, и от корочки до корочки все картинки расскажет. А вот как себя вот не смиряет, чтобы не грубо разговаривать. Ну, это труд. Над собой не работает. Это христианский труд постоянный. Ой, сколько. Над всеми нам. Всем нам трудиться надо много, да. Ну, ладно. Что ещё можешь рассказать из своей жизни? Всё, но не стишки. Ну, а что именно? Рассказывать что-нибудь. Чем тебе вообще нравится? Дома заниматься может какой-то? Чем ты вообще заняты там? Она говорила в телефоне рисовать. А кроме этого-то что ещё? Я люблю заботиться о своих куклах. Куклах, так. И ляху мыть люблю. Не ляху мыть. Ну, это в принципе налога. Братка мне её не разрешает мыть. А мама не берёт домой, чтобы её помыть. А братка почему нет? Она говорила, что её невозможно помыть. А она была грязная, стала... Сейчас покажу, какая. Вот тут на футболке была чёрная грязь. А теперь её нету, я баба старал. Лицо всё было замяшено. Тут была помада. А теперь это её нет. Шляпка была тоже вся умурная. А теперь она чистая розовая шляпка с кубничкой. Ну вот. Вот. Ноги тоже чистые. Вот, и хорошо. Руки немножко не отстирались, руки и эти штаны. А как ты её зовёшь-то? Не ляха. Не ляха? Хотя она теперь чистая, но я уже плёнка её так называю. Только вот она мне тем не нравится, что у неё ноги как кости. Какие. То есть как бы настоящие, да? Ну, скажи, сарафанчик она выстирала тоже сейчас. Ладно, это её платье. Она сама стирала. А-а-а, вот. Я платье. Сейчас я на меня одену, и она будет красивая. Ну пусть она сохнет. Это братик и сестрёнка. Брат и сестра. Положи, пусть сохнет она. Пусть она. Сколько раз можно говорить, что я стесняюсь? Ну, вообще ты... Кто бы сказал стесняюсь. Ну, уж, конечно. Ну, вообще ты думаешь о том, чем тебе нравится вообще будет в жизни заниматься в дальнейшем-то? Вот ты вот любишь воспитывать детишек, я смотрю. Слово Божие читать, учители, что? Самое моё живетное желание, это чтобы Господь меня любил, и чтобы я любил Его. Это супер желание. А как этого достигнуть? Молиться Богу и разговаривать с Ним. И исполнять Его святые заповеди ещё. Да. А вот одна из заповедей говорит, почитай отца твою, мать твою. И даже в это заповедь включает и по старшим почтение. Мои отцы и матери, мама и папа, они плохие. Они неверующие. Но папа тут ни в чём не виноват, потому что баба Оля тоже его мама неверующая. Она ему этому приучила. Я был в 26 лет, только стал верующим. Тоже был в 26. У меня тоже были все неверующие родственники, но я стал верующим. Это уже не от этого зависит. Зависит, конечно, но человек-то в свободе, он может искать Бога. Найти Его даже среди звёзд просто. Смотреть на звёзды, он уже узнает, что есть Бог-творец. Через природу же мы находим, видим, что Бог есть, создавший это всё. Братик у тебя тоже неверующий, скажи. У неё брат старший же есть ещё. Да, у неё есть брат старший. Ну, он попал к дядю Жень, моему настоящему папе, который ещё хуже того папы. Он пьёт алкогольное, хотя мама тоже пьёт, но безалкогольное, от которого не станешь пьяным. А он, от которого можно стать пьяным. И Сеньку приучил говорить плохо. Я вот так хорошо говорю, а он, его даже не поймёшь, как приутал. Что он говорит, что? Непонятно. Ну, ты молись за них. Он говорит привет, а я понимаю, какой-то уфе. А, то есть, над его языком никто не работает, да? Да. И не учит говорить его? Учит дядя Женя. Он учит его говорить плохо. Вот ему он. А тебя кто научил говорить хорошо? Мама. Мама, да? Угу. Она его жена. А баба Надя тебя учила говорить как-то? Нет. Я не помню. Может, учила, но... Да всё время только я тебя и поправляю, и всё время учу, что как правильно говорить. Чтоб чётко дикция была у тебя красивая. Чтобы слова были красивые. Я забыла всё. Всё забыла. Потому что детство, оно уже давно прошло. Детство прошло? Я уже взрослая, мне 6 лет. О, да это прошу шо уже, это точно. Чё такое, 6 лет разве... А что ты умеешь делать в 6 лет? Вот кроме того, что заниматься своими детишками. Научилась, скажи, читать уже, считать. Ну что ты умеешь? Умеешь, там, например, шить что-то? Шить точно нет. Только все пальцы себе переколю. Переколешь, так. Это уже работа взрослых. Значит, ты ещё не взрослая. Вот кого эта работа. Да. И ещё вот кого. Меня? Угу. Дедя Вова занимается, дрова колет, уголь таскает, там, деревня. Хотя это точно для девочек. Не надо поднимать, некрасиво. Тебе лучше. Так он будет колоть. Ну что? Все детки будут видно. Он же мальчик. Всё у меня увидят. Вот именно что мальчик. Там ещё девочки меня будут смотреть. Да, смотри. Закрой его. А кошечки тебе нравятся? Да. Особенно вот такие у вас был такой маленький беленький котёнок. Вот такой где-то. Маленький. Он же растёт. А рыжик тебе нравится? Рыжик? Толстенький вот этот рыжик. У бабы Нади, который вот живёт. Да у меня все кошки нравятся. Все нравятся, да? Ну, только они грязные. Ну, понятно. Да, они вообще-то чистоплотные кошки сами по себе-то. Они за собой ухаживают всегда. Ну, что ты мне сказал, что ты азбуку выучила? Читать умеешь уже свободно. Читать я не умею. Только А, Б, В, Г. А последняя буква какая в алфавите? Я. Я. Вот, прочитай вот это вот. Ну-ка. Ага, отдельно? Нет, у меня стигула. Гла. Главное? Так, вот это. Главное характер. Отлично. А говоришь, не умеешь читать. Ну, зачем ты, Феде Володе, неправду говоришь? Мы же с тобой сколько читали много, как азбуку раскладывали, слова выкладывала. Ты сама буковки раскладывала. Я слово говорю, а ты сама эти буковки. Ты что, забываешь-то? Вспомни, весь пол у нас в азбуке был. И ты всё это выкладывала, все прям целые слова. И читала. А говоришь, читать не умеешь. Ты прекрасно уже читаешь. Только нужно читать так. Характер. Вот так вот мы с тобой учились, чтобы по слогам читать. Характер. А ты х-а-р-а-к-т-е-р. Характер. Ты по одной буковке читаешь. Я только так умею. Она пока умеет ещё так. Но мы поупражняемся, позанимаемся ещё и. Мне неинтересно заниматься чтением. Хочу играть, а не заниматься. Ну, это неинтересно. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это неинтересно. Ты веди себя. Зато она тебе в жизни пригодится. А играться она тебе не пригодится. От этого возникает... Зато играть интереснее, чем. Ну, играть-то можно и тоже с пользой. Она для меня чтением. Я начинаю заниматься чьим. Она говорит, мне неинтересно. Потому что мама начинает читать. И всё время по голове бьёт. Если я неправильно читаю. По голове. И всё желание отбило у меня. Читать. Вот и всё. Но зато она не отбила желание. Ещё занимается Словом Божиим хотя бы. И смотрит Жития Святых. И про Иисуса Христа. И по книге читает. Вот это ещё пока желание не отбито. Слава Богу. Она говорит, я хочу в рай. Помолись о моей маме, чтобы она стала верующей тоже. Чтобы в рай. А то на ват попадёт, если умрёт. Тут надо, как говорится, блаженные плачущие, ибо они утешатся. То есть плакать. Написано в толковании, что плакать не только о себе, о своих грехах, но и плакать о грехах других людей. То есть плачь о маме, о папе, перед Господом. Господь услышит. Мы поддержим тебя в молитве. Я тоже, когда вспоминаю, так я молюсь за твоих родителей. Чтоб Господь их коснулся. Ты молодец. Я говорю, ты молодец. Молодец. И вы все будете молодцы, если тоже будете молиться о своих маме и папе. Да, это точно. Но я о своих родных молюсь тоже. Она умерла. У неё мамы-то нету. Надеюсь, она была верующей. Нет, к сожалению, не была верующей. Она умерла, у меня было ещё 2 года 4 месяца. Он совсем маленький. Да, я её даже не помню. Это ты 2 годика, 4 месяца, ты ко мне пришла как раз к Тёплее. Было 2 годика, 4 месяца тебе. Первый раз, наверное, да? Первый раз, когда её привели ко мне. И она до самой весны у меня жила. Вот там она и пела. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест свой донести. Вот что именно научил меня Христовый Игорь. Так бы, если бы я была у мамы, так бы я и осталась безбожной. Смотрела бы фильмы всякие Малефисента. Вы знаете, что Малефисента, она была доброй, но зато у неё были рака, как у беса. И она ходила с чёртом. Вот какие-то фильмы, мама и мама показывала такие фильмы. Ну, понятно. У неё был друг. У неё было 2 друга. Но один неверный друг. Он потом отказался от неё и отъезжал, у неё крылья, которые у неё были. Ладно, не надо, ты безбожные рассказывай. Давай рассказывай лучше, верующая, что ты хорошая. Я хочу, чтобы ты стишёл. Давай споём, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи прости, помоги мне, Боже, крест свой донести. Дядя Володя, походу, это и у вас телефон. Да? Это несрочная. Как? А дальше что-то нёс он крест. Как? Я забыла дальше. Подскажи. Ну, ладно, пойду я. Пора уже. Не забыла, это самое главное. Надо делиться Божественным. Господь заповедовал нам делиться. Чтоб мы со всеми людьми делились всё, что мы узнали доброе, Божественное. Чтоб других тоже назидать, наставить, помочь им, укрепить их. Вот тут и Евангелие, Псалтырь, Библия, Новозавец, иконы, Надежда Васильевна, вербочки, Господь в Терновом в Венце. Вот так вот. Это вечер Господний. Ну, ладно, тогда пойду я дальше. Займусь своими делами. Вас спаси Христос тоже. До свидания. До свидания. Оставайся с Богом. И любите с Богом. Скажи с Богом. С Богом, дядя Володя, все кто меня смотрит. С Богом, Гликерия, с Богом. Потому что у меня будет макияж.